Гражданин Вазген Арутюнян в рамках онлайн-беседы 5 вопросов Армену Ашатяну задал политзаключенному, вице-президенту РПА Армену Ашатяну вопрос о церемонии инаугурации президента России Владимира Путина 8 мая и отсутствии Никола Пашиняна и Ильхама Алиев на последовавшем параде. Гражданин спросил, ни Никол, ни Алиев не были на инаугурацию и парад, но они встретялись с Путиным 8 мая. Что это за игра? Какие последствия все это будет иметь? Как сообщает новости Армении. Армен Ашатян Изуюну Барашин ответил, информация об итогах и последствиях двусторонней встречи, состоявшейся в Москве, чрезмерно дозирована, но мы можем сделать несколько важных констатаций. С точки зрения безопасности наиболее опасным фактом является то, что Никол выводит не только армянские войска из приграничных с Азербайджаном областей, но и размещенные там по просьбе Никола российские военные пункты. Очевидно, что армяно-азербайджанская граница становится крайне уязвимой для войск противника, почти создается ситуация добро пожаловать, и не исключено, что это является очередной ловушкой Пашиняна для армянского народа, которая может сработать, например, когда внутри политическая напряженность достигнет своего пика. Кстати, я не исключаю, что вывод российских войск из границ также скоординирован с наблюдательным преимуществом ЕС. Очевидно, что политика Пашиняна синхронизирована с политикой Алиева, и оба они продвигают деструктивную для Армении формулу урегулирования без посредников, что в нашем случае фактически означает урегулирование без гарантий, без международного права, без справедливости, без армянских интересов. Примечательно, что на фоне всего этого гнилая пропагандистская машина власти пытается представить тех, кто указывает на подобные провалы Никола, чемпионами русских. Забавно, конечно, когда те, кто открыто обслуживают интересы чужих, в данном случае турка, вешают ярлык на людей с национальным менталитетом, называя их людьми русских. Вдвойне забавно, что такую вонь нечистот распространяют власти, публично называвшие себя самыми пророссийскими властями, незаконно посылавшие войска в Сирию даже когда этого не сделала Белоруссия, а после 9 ноября 2020 года часть их руководства скрывалась от своего народа в самой Москве, например, Ален Симонян.